Значит, в знакомствах онлайновских тоже присутствует ярко выраженная сезонность. Как вот, например, в моем посуточном бизнесе, да, в прошлом. Сейчас у меня нет никаких посуточных бизнесов. Сезонность относительно дня недели, это очевидно, пятница, суббота, воскресенье. Вот три дня, когда какая-то активность присутствует. Ну и сезонность относительно времени года. Что там, каникульная и так далее, да, что, понятное дело, что нет сессии, нет учебы, каникулы, все, зашибись, пожалуйста, вот тебе сезон. Или же, когда такая вялотекущая учеба, когда у тебя до сессии еще далеко, тоже все, более-менее зашибись. Или же, когда у тебя, вот как в тот раз я рассказывал, отложенный спрос, да, даже несмотря на то, что у тебя присутствует учеба, но у тебя отложенный спрос большой, тоже на тебе микросезонность из-за этого. Значит, вот сейчас вот каша-мяша-малаша. Сейчас отложенный спрос уже ушел, и вот как я и говорил, что тишина, затишье, 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 а для меня это мучительно. Как говорится, то густо, то пусто. Сейчас пустота. Ну, понятное дело, что с крокодилами, извините, пожалуйста, я дел иметь не хочу. Это присутствует. Некоторые там симпатии в пьюре, в том же самом, мы их игнорируем, они очень сильно обижаются, удаляют переписки, выходят из беседы. Ну, девчонки, ну или девки, скажем, достаточно, вот чтобы не быть крокодилшей, просто, блядь, похудеть. И все, и будет у тебя все четко. А парни там, ну, целую систему, целое мирозрение, целый мир всю свою психику перестраивает, да. Тем не менее. Ну, это, насколько охуевшие девки у нас в Нектоми, это просто, без мата тут никак. Ну, вы сами видели, вот я вам предоставлял специально, мучился, можно сказать, геройствовал, да, записывал, ради вас шел в эти онлайн-поля в Нектоми, чтобы вы просто поняли, какая там, ну, что там происходит, насколько там образевшие. Есть еще ситуация, когда ты просто говоришь привет, и тебя шлют, да пошел ты пип, это у Читбана-то было, он записывал, но он там чуть не разрыдался. А у меня обратная ситуация, не разрыдаться, а хочется просто нахрен это, ну, сами понимаете. Кстати, у него же было с локтя, почему он рыдает, а не с локтя бьет? Мне вот хочется просто, ну, женщин бить нельзя, ну, тем не менее, да, таких охреневших, которые сразу же тебя шлют. Ну вот, последнее видео, которое я снимал, там, я настоятельно советую дойти до конца, да, чтобы понять суть, ну, не всех женщин, но что попадаются и такие, да, сильно, ну, пошловатенькие, да. Там как раз такие, вот, одна из таких мне попалась, да, там сразу же, с первых же слов понятно было, как я ее не уговаривал, что, ну, ты в одежде сидишь, я надеюсь, ты в лифчике хотя бы, но вот с этого все пошло, с этого начался наш диалог, да. Ну, это так. Значит, время еще, вот, я в таком, сейчас из-за этого угнетенном состоянии еще, что никого на горизонте нет, девушки у меня нет, я мучаюсь, я социофоб, у меня, там, ну, понятное дело, все, да, это самое, там, ни с кем толком неуживчивый в коллективе, ничего, у меня все плохо. Астротизм полнейший, да, со стороны социума, и в том числе со стороны женских, этих самых, там, женских полов, женских родов, да. Но, тем не менее, у нас с Читбан, там, в этом, с Витей, у нас похожесть есть. Какая? Прошлое наше, тяжелое прошлое. У него был вот такой вот бордюк, который мешал ему, очень влиял на психику его, да, давил, из-за этого живота. Да, и ему мешал этот живот, эта психика, да, задавленная животом, знакомиться с девушками, вообще, в принципе, да, во взаимодействии с девушками очень мешал, у него не было девок. И у меня тоже самая проблема, кривые зубы до ужаса и прыщи, еще какая-то мудила, которая мне там, допустим, раз нет-нет, даже скажет, что, ой, это какой-то там уродец, посмотри на себя. И вот эти вот, вот эта вот травля, да, относительно, ну, это, дерьмо этому тоже надо распихать по мордам, ему там тоже. Ну, нет, он мне не только это говорил, он говорил, что какого хрена у меня девушки нет, да, что вот у него гораздо ужасней, уродливый друг, да, неважно, прыщи и кривые зубы есть, и при этом у него есть девушка, а у тебя нет. Ну, это все из-за отношения, вот, нашего, серьезного, нашего, с Витьком, Читбанетом отношения, да, к внешним факторам, и отношения ко внешним факторам нашим, да, внешним факторам, это слово внешность в основном, да. У нас и внутрянка страдает, страдает психика, психика, и вот из-за всего вот этого происходит в том числе проблема общения, общения с девушками и общения со всем социумом. Ну, я вот поэтому и социофоб, да, я всех боюсь, и девочек, и мальчиков, но мы сейчас говорим все-таки, мы девушку у меня ищем, сколько уже не можем найти, ну, периодически пригодные попадаются, ну, только не в нектоми, да, нектоми это вообще, ну, это просто дрянь, это вот мазохизм, это самый настоящий мазохизм, но попадаются, ну, да, она пригодна, но мне вот не подходит как девушка, ну, бывает такое. Ну, вот все-таки нераскрытая сексуальность, это большая проблема, вот я про ту говорил, да, беспилотницу, все-таки для меня, вот я с ней даже не хочу идти на контакт, все-таки вот она не подходит, потому что вот это раскрывать, тратить время, это вот ерунда, может она вообще и не раскроется, ну, такая, ладно, все. Ну, и, соответственно, сейчас тишина, тишина, из-за этого у меня еще сильнее страдает, я тревожусь, я печалюсь, у меня там апатия самая настоящая, там, уныние, я в состоянии уныния, и времени куча свободного, что самое-то интересное, а по среданкам, потому что я не могу ходить, все заняты, все заняты, и вот я решил заняться опять собой, внутрянкой своей, да, с таким запросом, что я стесняюсь, что у меня проблемы с девушками, давай, но на этот раз уже не в государственную психушку, да, а к частному, к частному психиатру, психотерапевту, какому-то там нейропсихо-охрененному мужику, 60 плюс лет, у него хреновая туча опыта, да, за горами, это не просто там, ну, психиатр, там, рандомный какой-то, с низким стажем, а этот человек, это был в прошлом главный психолог, это человек главный психиатр здравоохранения нашего Свердловского, Министерства здравоохранения, то есть этот чиновник, это серьезно так, там войсков с горы, хренов с горы не берут, то есть это такой мужик, да, то есть, казалось бы, я думал, что это супер-сверхчеловек, сверхпсихолог, что сверхпсихиатр, сверхпсихотерапевт, он мне поможет, он меня избавит от этой боязни долбанной, ну, напомню, что это еще раз, это осадок тот, вот эта вот вся боязнь стесения, это лишь осадок от того, что у меня было, Потому что у меня были проблемы, вот еще раз, зубы, мне приходилось их все время прятать, потому что я их боялся, этих своих же зубов, стеснялся своих же зубов и прыщи вот эти долбаные. И у Витька вот этот вот бурдюк был. И как бы все это более-менее ушло, над собой эта работа происходит, да, брекеты, хренекеты, да, а осадок в памяти остался. И вот я с таким запросом, чтобы он меня полечил, время не куча свободного, в общем, у него консультация, час, даже меньше часа, стоила 8 косарей. Я уж думал, ну, Катя, должно помочь, такая цена. Чем больше цена, тем больше помощи должно присутствовать, да. Но он меня выслушал, что-то там, какую-то умную вещь сказал, что у меня проблемы с нейромедиаторами, пропорция их искажена. Ну, короче, плохо работают лобные доли там передние в мозгах, что там миндалевидное тело, все такое впрыскивает мозг недостаточно и вырабатывает количество вот этих вот нейромедиаторов, да. Что нужно сбалансировать всю ситуацию, тебе не нужна никакая психотерапия, и где ты нахрен с ней, что тебе нужна терапия препаратами. Вот опять мы вернулись уже к психиатрии. Просил психотерапию, он мне психиатрию устроил. Я уже горьким опытом обучен, да, научен обращение к психиатру, к государственному психиатру. Наверное, темно, да, ребят? Мне хватило уже. Я с этих долбанных препаратов, вот я соскакиваю, можно сказать, до сих пор. И в какой-то момент, там, у меня было два дня, вот синдром отмены, когда я отказался от одного очень сильного препарата, и мне пришлось снова его защищать, но уже в меньшей дозе. Мне казалось, что я просто теряю контроль над психикой, что настолько у меня была повышена паника и тревога из-за этого. Ну, синдром отмены типичный, там, для запрещенных, для паршей техник и так далее, техников, они все через это проходили. Вот тут мне еще, вдобавок, вдовесок ко всем моим мучениям, которые у меня, ну, присутствуют, да, постоянно, еще вот эта вот дрянь была. В общем, еще раз, горький опыт, горький опыт. Я надеялся, что никаких препаратов, он все, нет, он меня выписывает, опять, говорит, что 8 тысяч, ну, вот те еще препараты за 3 800, которые нужно каждый месяц эти 3 800 платить. И это опять что будет? Это будет костыль, это будет привыкание, костыль уйдет, привыкание останется к этому препарату, снова долго с него соскакивать, вот я уверен, что. И помощь, ну, помощь только пока я его пью. Я буду опять окрылен, да. Да, было действительно, что я пил эти препараты первого поколения, там, бесплатно мне выдавали в психушке. Я был на седьмом небе от всего, там, от счастья и так далее. Я просто не замечал никаких бед. Я ходил просто по лесу и кайфовал. Я ничего не делал дома, сидел, кайфовал. Сейчас же, как только я их убрал, все вернулось. Даже еще все усугубилось, увеличилось, да, все, все негативное. Ну, нет, я скажу, что от счастья они мне действительно помогли. И сейчас я соскочил почти со всех и оставил лишь для сна один в микродозе, в мельчайшей дозе. То есть мне прописывали три раза в день по таблетке, а я пью один раз в день на ночь. Не по таблетке даже, а по одной четвертой таблетке, да, то есть микро-микро-микродозе. Он просто полностью пока не могу съесть, именно для сна. Ну и такая плюшка у него, у этого препарата, да, что он убирает пики, негативные в том числе. Ну и, к сожалению, и позитивные тоже. То есть у меня настроение, чтобы так вот не плавало от позитивного к негативному. Именно чтобы убрать вот это вот супер-негативное мое состояние, которое, ну, безусловно, постоянно в моей жизни вот из-за этих мучений, да, пришлось обрубать и, ну, оно так действует, что обрубает и верха. Ну, вот так вот его применяйте. В общем, вот такие вот дела, вот такие, да. И к чему я пришел еще? Вот я смотрю на видео, да, смотрю на видео, и на девок этих смотрю, слушаю бесконечно в нектомии, вот этим мазохизмом, да, и понимаю. Такая вот у меня, а кто ты такая, чтобы я тебе понравился? Такая вот мысль у меня родилась. Кто ты такая, не чтобы ты мне нравилась, а чтобы я тебе понравился вообще? О чем речь? Зачем вообще кому-то нравится? Нравится, не нравится? Наш великий Макучий сказал, и не только он сказал, терпи, моя красавица. Вот. То есть мы не должны даже думать об этом, чтобы кому-то понравиться, чтобы мы должны кому-то нравиться, 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 нравиться. Нет. А Витек, он все время вот, тоже вот наша с ним ошибка, я от этого отхожу, он все не может отойти. Вот ему казалось, что бурдюк уйдет, и все придет. Ну да, немножечко на его психику это положительно повлияло, да, он сейчас более открытый и раскрепощенный стал, что хотя бы вот это вот уже не мешает. Но осадочек, осадочек. Он думал, что у него будет крутая тачка. У него сейчас еще кое-что. У него была инфинити, сейчас у него бэха, там, 513-я, пятерка в М-пакете, да, у него квартира в центре Москвы, пусть арендная, наплевать, там, за 250 с лишним косарей, да. То есть у него все на мази, у него до хрена денег. У него рост 1,95, извиняюсь. Я скажу так, 1,60 или 1,90, это нормальный рост считается. Не важно, у тебя хоть 1,60 или 1,90, не надо вообще по этому поводу никаких комплексов иметь, да. Но если 1,95, это уже плюшка, это уже за гранью, да, за гранью реальности. И вот у него имеется еще вдобавок ко всем этим бабкам, не бабкам, плюшка, да, 1,95, плюс он качком стал. И вы думаете, ему вот при всей вот этой вот налоговой базе ему девки давать стали в большом количестве? Да нет, 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 нет. Почему? Вот как-то он стелится перед ними, потому что как будто у него всего этого нет. Понимаете? И они так охрененно, охреневшись себя ведут, типа, ой, да мне наплевать, что у тебя есть машина, это не важно. Это не важно, что ты богатый, вы представляете, что ты такой модный. Это все не важно. Ну, раз это все настолько не важно, ребята, тогда мы зачем, тогда мы зачем вообще заморачиваемся относительно всего этого? Зачем? В общем, мораль всей басни, не надо еще раз стараться девкам понравиться. И вот как наши с вами ошибки. И Витя, и Черван, и Витя Черван, и меня, что вот, думали, что из-за того, что мы не нравимся, из-за вот этой вот всей базы, бурдюк, прыщи, это... А мы не нравимся из-за нашего отношения к нашей базе, ни больше, ни меньше. Не нужно вообще внимания даже было нам на все это обращать. Ну, как, понятное дело, исправлять, но внимания я должен, ну, не уделять, не обращать. В общем, вот так вот все примерно у нас устроено. Ой, зараза, кореша, полная. Ну, все, с вами был Александр Кузьмин. Пока что, всем пока.